наш эфир продолжает программу леона вайнштейна голос здравого смысла здравствуйте ли он добрый день знаете когда я впрягался в дискуссию с некоторыми людьми которые считали что выборы байдена и отставка трампа это вообще чудо для украины я подвергался нападкам всевозможным и так сказать и угрозам и арс и так и сяк и все что хотите абсолютно да то есть со мной не просто спорили а был такой бой так вот что происходит на самом деле в отношении вот на самом деле интересный вопрос а события разворачивались ужасно странно я вот сказал первым делом ужасно что-то искал странное что-то происходит то ли в белом доме то ли в голове значит нашего байтона после сначала мы вводим военные корабли в зону украино-российского конфликта а теперь мы их выводим причем после разговора байдена с путиным во время которого джо значит заявил это владимировичу что сша непоколебимо поддерживает украину в ее суверенитете и заявил что сша беспокойны движением российских войск границам украины значит он он как сообщил позже белый дом америка не понравилось что российский флот передвинулся я пытаюсь вспомнить формулировку точно передвинулся из каспийского моря в черное море они сказали значит как ответ вот сша послала два своих корабля тоже в черное море с этим мы послали мы находясь в американском континенте посылаем свои корабли в черное море но в среду вдруг даже развернули их после российских угроз и предупреждений и убрали их из зоны конфликта то есть непонятно зачем полезли и непонятно почему убрали то есть и то и другое странно и полезть странно было да то есть из лезешь ты делаешь какую-то такую серьезную заявку ребята если вы продвигаетесь дальше мы стреляем по вам начинается третья мировая война а либо если уже полез потом значит поговорили путины и бум путин ничего такого не сказал что чтобы таскать там я там я убираю свои корабли оттуда он наоборот сказал и мы почему-то убрали свои корабли то есть как бы говорю это и другое действие мне непонятно то есть за ним к это логика есть но это логика не та которая хотел бы чтобы действовала мое правительство значит что заявил представитель вот я читаю здесь представитель пентагона мы не хотим эскалации напряжения с россией вот еще стало ясно что посылая военные корабли в сша в черное море никто в вашингтоне не под даже не подозревал что это может вызвать эскалацию напряжение с кремлем вот а сейчас они решили значит что они не хотят а вы хотите ну то вы обиделись мы того уберем сейчас корабли вот в четверг утром в белом доме было подписано декларация опять я читаю так сказать английского пытаюсь переводить он о чрезвычайной ситуации в связи с действиями россии а так 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 вот из сша изгнали аж 10 дипломатов в ответ на действия россии ну то есть и шаю знали 10 дипломатов они поехали в европу а 10 европы сейчас переедут в сша в указе байдена написано что еще 32 по 16 физических воду 16 физических 16 юридических лиц не смогут въезжать с сша как юридические лица не смогут сша я не понимаю но наверное руководство и да вот и что это сделано в ответ на наглое вмешательство россии в американские выборы там даже не нагло это вот правда никаких доказательств я сейчас читаю дальше что россия своими действиями повлияло на выборы там или там сумела что-то поменять с точки зрения за кого голосовали значит там американцы не было приведено вот ну россия естественно сразу же устами там и пескова и этой самой паре и по-моему захаровали как в этом победе сообщила что это глупые санкции что ответ будет течение двух недель после того как они их изучат вот тем временем чтобы было понятно после того как мы развернули свои корабли россия подогнала танковые части городицы с украиной плюс 40 тысяч человек моторизованной пехоты это я сейчас смотрю на карту которая опубликована была генштабом американским еще а еще 140 40 40 тысяч солдат сосредоточены в крыму там было 20 с небольшим сейчас стало 40 и коспийское море из коспийского моря подошли лодки на которых артиллерия и все необходимое для высадки морпехов на так сказать на берег та-та-та-та-та-та-та-та значит замечено движение боеприпасов в сторону захваченных россиянами регионов донбасса еще украина естественно тоже подогнала своих солдат там уже умирает в день ровно в два раза больше солдат чем умирала во все четыре года в смысле каждый если разделить количество умерших солдат на поле боя во время трампа то умирал икс а сейчас начиная с ухода трампа с 4x то есть четыре раза больше солдат погибает чем раньше вот в районе донецка луганска замечено под подкатывание всякой техники из донецка которая строится в сторону киева вот в прошлую пятницу байден на наконец-то вот все время все ждали почему никто не мог понять почему байден вообще не звонит никак не связывается с украинским президентом это один из самых главных вверх он восемь лет занимался украиной как вице-президент теперь стал президентом как бы так сказать вот но один из первых звонков первых контакта должен был быть украином россия может быть а потом сразу же я бы сделал наоборот я бы сначала с украиной связался если он такой защитник украины сначала с украиной а потом с россией вот байден ждал с 6 января почему 6 января так сказать стало понятно что все так сказать да байден президент и его люди начали у тебя активно связываться с другими странами а сам он начал с двадцать как бы первого января ты вот все это время с 21 6 21 января мы ждали а когда наконец свяжется байден с зеленским для того чтобы ну хотя бы сказать ребята мы с вами да потому что вот все эти заявления такие воздух там суверенитетом это похоже на подписание договора и подписание а потом так сказать исполнение договора о ценностности украины когда россия захватила крым выяснилось что гарантии америки гарантии британии и тому подобное они просто гороньки а мы сейчас вам гарантируем а дальше делать ничего не будем уже прогарантировали вот очень похоже сказать все абсолютно по тому же сценарию идет но байден наконец-то в пятницу связался с зеленским и значит они говорили 45 минут но пока совершенно неясно вот из того коммуника которое мы получили какое будут следствия этих разговоров байден все время говорил о реформах а зеленский потому что зеленский не может я не знаю хочет ли не хочет но не может их проводить нет у него на это не сил не возможности власти у него нету для этого а власти не просто один человек власть это так сказать так группа среднего менеджмента которая проводит эти решения да вот россия вообще после ухода трампа совершенно обнаглела не только в восточной европе и в арктике значит самолеты нато вынуждены были 10 раз за последнюю неделю за неделю 10 раз самолеты нато взмывали в воздух идти на перехват российской авиации во время когда она нарушала 10 раз за неделю границы установлены это сказать в разных регионах где нато соприкасается с россией то есть вы себе представляете что это один раз я поверю что летчик выпил косой мудак там или два раза там кто-то неправильно ему что-то им сказал да но это 10 раз это постоянные напоминания ребята что мы здесь и мы не уйдем и это наше вот 1 апреля значит европейская команда это еще новая коммуника которая сейчас смотрю провели значит привели войска в боевую готовность номер один это самый высокий уровень боевой готовности после того как россия начала передвигать войска ближе к границам то есть россия поддвигала войска и маневрировала не только рядом с украиной но и рядом со всякими другими странами которые являются членами нато да россия ответила что это учение которые называются запад 2021 я ничуть не сомневаюсь что это у них называлось учение которые называются запад 2021 с определенными целями и того порядка 100 тысяч российских солдат стоят сейчас из трех с трех с четырех точек значит три снаружи одно из донбасса окружают и угрожают украине украина привела войска в боевую готовность я помню что неделю тому назад байден отказался подписывать очередные поставки вооружения украине базируясь на том что зеленский не проводит реформ все знают что зеленский провести не может просто потому что не может и все . то есть ах ты не можешь делать то что мы так знаем что ты не можешь и мы знали давно что ты не можешь то тогда мы не будем тебе давать боевое оружие но на словах будем говорить что мы тебе гарантирую неприкосновенность вот приблизительно положение я думаю что большинство украинцев счастливы от этого потому что ну же байден же пообещал им то что трамп не обещал пытался им это объяснить до того как они проголосовали за байден но в ответ получил нападки они не хотят они не хотят действий они хотят обещали они хотят посмотреть телевизор увидит там что все пообещали все хорошо все приятно и пойти переваривать пищу никто думать особо никто очень много людей которые не хотят думать они живут на вот этой вот ощущение приятное ощущение того что ну вот же сказал все гарантировал все он же путину сказал ах ты там вор беззавец убийца ну все-все очень хорошо ведь какой могучий воин он будет нас а дальше непонятно что я думаю что у нас продавать он будет или предавать или сдавать выбирать слово которые как хотите вот но еще будет хуже ведь самое страшное что когда люди проявляют слабость под слабостью либо под людьми я имею ввиду руководство каких-то стран до проявляют слабость а потом вдруг там просыпаются и начинает истерить и начинают делать истерические шаги типа завоза двух кораблей которые ничего не могли изменить там в в черном море вот так начинаются большие войны я понимаю что байдену нужна война но не с россии ребята нужна война но ему нужна война зимбатвы чтобы говорить что у нас идет война и у нас все это самое поэтому у нас плохо но но зачем нам с ядерной державой война ведь трамп уже показал есть огромное количество других способов которыми ты добиваешься цели если они у тебя есть они у тебя четко поставлены без того чтобы рисковать взрывами нашими нашими ребятами и деньгами наши в конце концов да но так много есть возможностей уже если не знал этого но четыре года ты ненавидел трампа но изучать то надо было что он делает изучив это стало понятно что миром можно из не управлять то влиять на него без того чтобы посылать туда эскадры там миноносцы эсминцы там томагавки и тому подобное просто один раз покажи что ты можешь томагавками стрелять и дальше все будут понимать если не сработают эти меры пойдут томагавки и тогда народ будет совершенно по-другому к этому относиться и и и кто угодно и путин и ким чин и туда и тому подобное всем стало понятно окей становится понятно ты можешь стрелять но не хочешь можешь но не хочешь не до того не хочешь чтобы не добиваться своего просто можешь добиться этого другими способами и эти другие способы говорят давайте ребята все-таки жить в состоянии некого мира мы не улюбим вас вы не любите нас а может наоборот любим да но мы не будем стрелять сейчас пока не дойдет ситуация при которой мы должны будем стрелять если должны тогда будем а так давайте попробуем разобраться без этого и вот это вот доктрина трампа на самом деле это то за что его в пятый раз представили к нобелевской премии вы понимаете нобелевская самый комитет ни одной из не первые четыре не это не рассматривал но это была доктрина трампа и не понимать ее все ее понимают просто в отличие от трампа который говорил америка для меня самое главное это не означает что я не хочу делать неприятные плохие вещи другим странам просто самое главное для меня америка значит то что они делают очень просто для них америка не самое главное вот хорошо бы тебе выяснить а что для них самое главное украина для них не самое главное россия для них не самое что для них самое главное у меня есть ответ на этот вопрос но может быть ваши слушатели тоже догадаются может быть я напомню были попытки дозвониться кстати может быть с ответом или с вопросом 847 4 0 0 5 2 0 0 телефон нашей студии если у вас по-прежнему есть вопросы или может быть ответы пожалуйста давайте попробуем принять звонок добрый день здравствуйте ли он я хочу вас просить никто мне не может рассказать как прошли выборы в георгией устроили они какой-то банку банкот и что с этой абрамс пожалуйста вау какие выборы прошли имеется ввиду но стесси абрамс это кандидат губернатор я понимаю я просто пытаюсь понять о каких выборах сейчас идет речь но разговоры идут на самом деле не вокруг выборов а вокруг закона о выборах принятым джорджи ну а значит потому что вопрос был так задан что я решила что-то пропустил если действительно разговор идет а вот об этом да то а значит свое время стесси абрамс там сейчас не будем углубляться почему судила штат и они пытались таскать все это дело разрулить разрегулировать и договорились до того что практически решением губернатора штата нарушался закон как штата джорджия так и федеральные законы соединенных штатов америки значит республиканцы и это назвали сразу же таскать там правила правила абрамса на она стала у них великим человеком там таскать демократической партии а что она таскать засунула как бы в угол губернатор и заставила его выпустить некое распоряжение которое было на руку демократам и очень очень плохо да для республиканцы хотя он республиканский значит теперь естественно да когда республиканцы помчались судить после выборов то судья им сказал ребята надо было до выборов это делать а не после после этого махать кулаками после этого са уже произошло если вам что-то не нравится сейчас подавайте в суд на то чтобы это отменять на дальнейшее заднем ход заднем то что называется обратно быть им сам дата я отменять ничего не буду а и сейчас республиканцы естественно подали и сейчас там это дебатируется и уже губернатор джорджии пошел таскать на попятный начал рассказывать как он любит трампа как он за него и что он сейчас таскать будет делать все возможное чтобы отменить это но на каком это в судебной и прочем этапе я просто не понимаю потому что идут очень противоречивые я думаю что вот звонящие нам и запуталась потому что идут очень противоречивые сведения о том что там происходит там сейчас представитель один такой таскать афроамериканец который раньше был в демократической партии потом год тому назад или там два перешел в республиканскую он выставляет себя на губернатора он уже уже 22 каунти два графства в джорджии заявили что искать они точно будут голосовать за него там ну и тому подобное потом против скажем так против губернатора назовем это так так что там там какая-то такая своя заваруха не очень понятная и и ну разберемся ближайшее время добрый день пожалуйста в эфире здравствуйте я хотел бы уточнить две фразы которые произнес ли он что корабли и подводные лодки из каспийского моря переведены в черное море как это возможно каким способом спасибо я послушаю по радио я никогда слова подводные лодки не говорил алло отключился наш радиослушатель 847 400 5 я про подводные лодки ничего не знаю я читал из комьюнике я не знаю как это возможно по воздуху может перенесли может подняли может еще как сделали да давайте написано что из из бассейна каспийского моря переведены в бассейн черного моря добрый день пожалуйста в эфире здравствуйте я хочу ли он ответить на ваш вопрос что им надо им нужна власть над миром поэтому израиль надо убрать америку под себя поднять и они властвуют я с вами совершенно согласен у меня был тот же ответ я бы чуть чуть по другому сформулировал им нужно власть и деньги добрый день пожалуйста в эфире добрый день добрый день добрый день леон добрый день а я вот что хотел сказать мы все время говорим о вот двадцать втором году надо все поменять а вот я хотел бы вам одну интересную вещь я вчера нашел на гейтвы и пандит можно поменять палату представителей в этом году в этом году перезбираются шесть членов парады представителей это special election конечно но всего-то преимущество сегодня у полосе три человека то есть плюс три минус три на три больше в этих внутри меня три меньше и известно мне тоже также что из этих шести три но в таких каунте как наша кук там шансов нет но три таких что может републиканцы получать хорошо побороться за победу может быть я не знаю но я полагал что у них преимущество в шесть голосов в нижней потому что три больше три меньше плюс-минус вы понимаете еще один голос в этом поровну один голос данной одни а разница 2 не снимаетесь 250 250 поровну если 251 на 249 один человек разница 2 я я прошу прощения давайте вернемся нет вот этой теории который что направлено а к практике насчет кораблей могу сказать это небольшие катера перевозится по железной дороге спокойно да я я тоже так думаю потому что то что я сказал это значит лодки лодки с артиллерии из я видел перевозку на две платформы на две платформы грузится 60 70 метровый корабль ну это как как это самое трак трейлер вы знаете вот так вот она перевозится на таком подвесе я видел все правильно спасибо в этом самом коммунике было написано ган болт то есть это так называемые лодки оборудование артиллерией какой-то и также было сказано что они оснащены всем необходимым для высадки марки маркетов на сушу собственно что я и процитировал практически сто процентов но только не сказав что может это там лодки которые перевезены на на по железной дороге а но это коммунике официальная к унике российской армии поэтому и которое подтверждено цру так что у меня никакой причины сомневаться в этом не было а подводная лодка это наш звонивший он просто от злости от внутренней решил чтобы сделать из моего заявления ну совсем дурацкая подводная лодка в космическом воде класс ну хорошо значит значит а теперь говоря вот о теме на которой мы с вами разговаривали прошу прощения что-то вырубился а начали мы с тему к взаимоотношения украина россии и так сказать америка и наверное этот сегмент мы и ограничим этой темой потому что дальше я попрошу вас осветить или ты сказать прокомментировать то что происходит у нас в стране я условно сегодня назвал ее перестройкой но по сравнению с которой горбачевская перестройка это игра в песочнице и вот на следующий сегмент мы начнем ну да горбачев пытался сделать из социализма социализм с человеческим лицом это развалилась да а то что пытаются сделать здесь просто пытаются полностью переделать способ управления и существования нашей жизни в соединенных штатах америки и делают пытаются сделать это квази законными средствами например а да действительно верховный совет не всегда был девять человек было бы он не суд меньше было что-то еще но какой-то почти века может даже век а установилась некая традиции там находится 9 человек а а традиция это не обязательно хорошо традиция не обязательно надо сто процентов соблюдать но вот как бы в течение уже многих десятилетий стороны а у нас есть всегда две стороны одна условно говоря так сказать больше там за 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 то чтобы давать бедным а другая за то чтобы обучать бедных какой-то специальность какой-то работе и пытаться их образовывать да вот при этом первая сторона называется почему-то человека любые а вторая почему-то то что они хотят научить этих бедных работать и жить в мире с мире рынка до почему-то называется там человека ненавистник а ну кто кто наклеил вернике первый тот и получил вот значит то что сейчас пытаются сделать это увеличить количество судей верховном суде с 9 среди которых 5 консерваторов и и ну скажем так сказать три точно либерал и один к ним все время все время присоединяется сделать добавить туда еще четырех судей и сделать значит там сколько тринадцать они собираются сделать повода с тем чтобы было абсолютное стопроцентное большинство так называемых либеральных судей то есть ну коммунистов а фашистов коммунистов неонацистов там не у марксистов и тому подобное значит причем они собираются в сенате дать возможности в конгрессе в сенате чтобы все происходило минимальным большинством голосов то есть есть пятьдесят голосов в сенате плюс камала харрис вице-президент то есть это называется 50 плюс а у республиканцев 50 до и тогда у них большая преимущество вот этим преимуществом можно решать эпохальные совершенно вопросы а 4 сюда поражало на самом деле как же так ведь у нас есть закон да и закон надо интерпретировать потому что он прописан не точно там для всех моментов но достаточно четко вот как так получается что все те люди которых назначают президенты демократы они одним образом причем общим обычно трактуют закон а те которых назначают президенты республиканцы тоже очень похожи друг на друга но другим образом то есть иными словами у нас закона нет я так понимаю у нас есть просто подход к жизни у одних людей такой других такой я буду выкручивать любые слова которые написаны в конституции как я хочу потому что привалы на самом деле на конституцию а я хочу добиться каких-то своих политических целей вот если бы у нас суд верховный оставался бы действительно судом конституционным верховным как им угодно да но действительно судом если бы каждый раз по-другому раскладка была вот эти сейчас пять человек считают так а тема три считают от пятого вообще пошли не считают как-то по-другому вот но у нас почему-то всегда идеологически идет вот эта идеология влево это идеология вправо то есть если добавить туда еще четырех абсолютных идеологов а добавлять или будут сто процентов идеологов плевали они на все то тогда у нас суд вообще перестанет быть судом то есть никто тебе не будет верить вообще никто не будет верить ни в какие вообще их решения и единственный орган власти у которого которому еще какое-то доверие хотя бы сохранилось а именно верховный суд перестанет быть сказать действительно судом и станет еще одним орудием порабощения среднего класса и порабощения америки вот что происходит сейчас на этом фронте возвращаемся в программу леона вайнштейна голос здравого смысла телефон студии по-прежнему восемьсот сорок семь четыре ноль ноль пять два ноль ноль если будут вопросы пожалуйста звоните ну а последствиях в принципе вы рассказали каковы будут они то есть они могут быть совершенно дикими и если учесть особенно большинство абсолютную власть демократов в законодательных органах органах в исполнительном органе и не дай бог в судебном высшем судебном органе то в то что они могут сделать мы даже наверное до конца и представить себе не можем но а насколько реально запакала упаковать корт насколько так сказать это у них получится насколько на самом деле достаточно реально даже даже при том что и в самом верховном суде скажем один из либеральных судей один из самых либеральных судей выступил с заявлением о том что это было бы большой огромной ошибкой и что доверие народа к единство буду сегодняшний полюсов доверием органу власти а именно в суду который может решать какие-то проблемы может разруливать что называется и прочее он полностью упадет и последствия этого могут быть очень плохие но несмотря на то что как бы в лагере у у демократов есть разлад по этому поводу у них есть все инструменты тоже это сделать они могут решить большинством голосов в конгрессе могут решить большинством голосов в сенате могут ограничить слушания хоть одним часом так как в руках у демократов вся пресса то вся пресса будет орать что этого часа очень много и что подлые республиканцы пытаются наших самых лучших ребят ты спи там что-то с ними сделать и народ будет тоже в восторге кричать ура значит наконец-то мы получим одну партию которая будет управлять страной к чему мы так долго стремились так что абсолютно в их руках единственная причина почему они как бы не делают это сразу и будут подготовить общественное мнение они это сделают и упакуют а я хочу на секунду вернуться вот я просто таскать прошлом сегменте забыл бы начали говорить там сбился я разговор шел о том что вот есть шесть разница в шесть преимуществ в шесть членов нижней палаты у нэнси пелоси по сравнению с с республиканцами и что мол сейчас есть шесть перевыборов но тут же звонивший сказал что три из них из этих то есть которые пошли на перевыборы экстраординарные так называемые перевыбор на выборы они точно не будут республиканцами как только если даже мы получим три оставшихся голоса и нэнси получит три голоса то разница то будет все равно в шесть чтобы не делали если вы прибавите к одним три и прибавите к другим то и разница остается в шесть неважно сколько было изначально давайте попробуем принять звонок добрый день добрый день поскольку в нашей стране за исключением судей на самом нижнем уровне все остальные судьи назначены по политическим мотивам начиная и заканчивая верховным судом то какое доверие может быть к этим судам никакой потому что все эти судьи решают не на основании законов а на основании политических мотивов такое мое простое мнение но я хотел бы с вашего разрешения вернуться к украине если вы не возражаете алло пожалуйста пожалуйста значит я всю жизнь прожил в киеве и пять лет в крыму десять лет я ходил на всякие эти митинги слушал что там происходит и о чем говорят кроме того я работал по всей стране вел там монтажные работы поэтому я прекрасно представляю что там происходило и что там происходит действительно я считаю что большая часть украины оккупирована она настоящее время оккупирована галицией которые начали с того что кто не скачет тот москаль они не думали о том что нужно поднять экономику создать единую страну они прежде всего хотели своей личной галицинской власти и пока украина не прозреет эту власть не сбросить там порядка не будет что касается того что не помогают веленскому в тот день когда его избрали так я сразу сказал на радио что человек который угробит украину это просто боятся надо мной смеялись так оно и оказалось для того чтобы стране помогать страна сначала сама должна хотеть что то сделать она должна создать экономику пытаться а не воровать и разворовывать пришла власть порошенко это власть бандитская которая отняла власть у бандита янукович это была бандитская спора это совершенно не было никакой демократии те полтора миллиона которые говорили что собрались на майдане я жил рядом с майданом там на всем этом майдане включая кусок крещатика могло собраться максимум 30 тысяч человек это в лучшем случае это составлять миллион четыре крещатика поэтому это была бандитская захват власти на украине что касается крыма то референдум крыму можно считать незаконным но в таком случае референдум по отделению украины и создание единого государства я за украину я жил в украине я был рад что украина такая красивая и богатая особенно я любил украинских женщин иногда они любили меня тоже но нужно сказать что как этот референдум по отделению украины создание государства был точно так же законен как референдум крыму потому что до того был референдум о реформировании союза и 90 процентов жителей украины проголосовали за сохранение союза а потом спасибо большое за лекцию за экскурс в историю я надеюсь спасибо большое но как то у нас время ограниченное поэтому вы вам будете рассказывать не хотелось бы уже слушать я с удовольствием на кое на что отвечу хорошо а конечно а значит очень многое из того что вот он не представился об этом не знаю имени звонивший говорил там с чем-то я не согласен там например там законностью незаконностью там и тому подобное с чем-то согласен но у нас с ним одно есть общее основное мнение следующее который совпадает и на самом деле самое главное а украина одной из самых на это самое большое европейское государство у россии европейское государство это ведь евроазиатская значит украина наверное потому что в недрах имеется самое богатое европейское государство в украине потрясающие так сказать житница что называется в европа могла быть у нее есть выходы к морю то есть могла быть торговая страна у нее все были возможности железной дороги и тяжелое машиностроение там энергетика и т.д. и т.п. для того чтобы стать мощной европейской страной в общем в в плане проживания там наверное должно было быть ну почти как в германии уровень жизни должен был быть вместо этого творится сшилищий кошмар а я не знаю как украине вылезти из этого не знаю как просто не знаю никто не может кто-то знает но я не знаю но я знаю только одно пока украина не будет создавать экономику ничего там не будет происходить будет ли это часть украины полностью украина вся украина три четверти три с половиной там того подобное факт того что они присоединят обратно крым и обратно получат скажем так далее донецк так сказать луганск и того подобного завтра сразу случилось бум получили русские ушли оттуда в украине ничего не да люди не будут погибать что уже потрясающе я сейчас не про это но в самой украине ничего не изменится пока они не изменят отношения к своей стране а как это сделать я не знаю и тогда следующий звонок добрый день пожалуйста спасибо большое что дали возможно спросить значит я хочу вот помнить как это получилось почему суде которым назначил трамп почему они предали нас и почему нужно добавлять туда демократических судей когда эти работают и на руку я никак не могу это понять спасибо я послушал параде мы мы на самом деле не знаем предали не предали это наши с вами такие ощущения да но я вам гарантирую что либералам демократам и прочее значительно удобнее будет работать со своими единомышленниками чем с людьми которые даже если предположить что ли в какой-то момент сломались и на что-то пошли чем с такими людьми ну тогда давайте вот еще о чем ведь упаковка или как же не так до верховный суд это один шаг наряду с этим предпринимаются и другие попытки другие шаги чтобы коренным или кардинально изменить страну превратить ее из америки в нечто иное да конечно ну эта попытка она значительно менее имеет шансы на успех успех но это значит вот у нас как все наверное знают принцип голосования такой выборный электорат то есть мы не напрямую выбираем кого-то президента например да а мы выбираем тех людей которые потом от нашего имени будут голосовать а каждый штат являясь отдельным государством по договору между государственными и старший договор они представляют определенные в зависимости от количества населения значит количество выборщиков это калифорния предоставляет а 50 по количеству два сенатора плюс плюс у нас там сказать по моему 48 если не ошибаюсь конгрессменов фото суммируется эти два числа и у нас 50 голосов есть они обязательно эти люди пойдут но у нас 50 так подсчитывают потому что каждый конгрессмен он там когда определенное количество неважно сказать есть вот такой способ подсчет теперь может быть в калифорнии 49 процентов людей проголосовали за кого-то одного 51 проголосовал за кого-то другого а ибо этот другой и получил все голоса калифорнии что хотят значит а в другом штате девяносто девять процентов проголосовали за одного а один с другого значит туда когда ты складываешь все количество людей которые голосовали там и сям может оказаться как с трампом например и в истории это бывало что по количеству проголосовавших людей по всей америке как бы победила хиллари клинтон бы но из-за вот этой электоратной системы когда мы голосуем за выборщиков а они уже потом идут на выборы а трамп получил президентство чем это хорошо плохо правильно неправильно и тому подобное есть целый ряд а причин почему это так сделано в такой идиотизм сделал да это не идиотизм совсем но основная причина следующая есть а есть огромное количество людей которые особенно живущие в больших городах которые либо за деньги либо их им обещают что-то то есть тоже за деньги да а у кого-то отобрать им отдать они массово идут голосовать и это происходит обычно в больших штатах в больших городах калифорния нью-йорк массачусетс а в городах и штатах где люди работают практически на хлебников почти нету очень мало людей которые это сказать идут сидят на волшебе там на каких-то программах потому что и не принято и и как-то вот так сказать так как жизнь устроена да так вот если голосовать так как мы голосуем сегодня то есть достаточно серьезный шанс что вот эти люди которых как бы меньше может быть но они больше дают америке они больше являются америкой чем-то люди которые пять поколений уже сидят на волшебе они имеют возможность сказать свое более веское слово а если мы перейдем на вот тот способ о котором мечтают демократы тогда вот все шушера отребья и тому подобное будут иметь значительно больший вес чем будут иметь те люди которые что называется стоят утром идут на работу платят налоги посылают сыновей в полицию в армию и вообще являются теми самым американцами в которых что называется америка еще не сгнела да а будут в основном учитываться голоса тех где америка даже с новым духом не было которые просто хотят отобрать поделить забрать и себе как можно больше вот они будут всегда побеждать так вот значит это то что чего хоть хотят добиться демократы естественно если если бы у меня был час или полтора я бы объяснил все это значительно более точно и без общих слов но так как у меня было там условно говоря 7 8 минут то я их использовал теперь и последнее это очень сложно провести потому что для того чтобы изменить это конституционное событие или правило нужно чтобы две трети штатов проголосовали за это чего не произойдет а вот а для того чтобы изменить количество судей в конституции этого не записано это просто традиция да и это уже не нужно для этого значит чтобы штаты голосовали а надо чтобы просто какой-то раньше 60 процентов конгресс на сенаты и конгресса а сегодня может 50 плюс один голос как они там придумают да демократы всегда придумывают что такое чтобы сегодня облегчить жизнь как только облегчает жизнь правительству сразу правительство влезает тебе на голову и отменяют практически отменяет конституцию вы абсолютно правы в том смысле что количество судей не определяется конституции так же как и количество штатов не определено конституции это определяется конгрессом поэтому они могут это сделать еще один если очень быстро еще один одна попытка это засунуть в нас сейчас 50 штатов они хотят пуэрто-рико превратить штат эта территория они хотят значит округ колумбия который совсем не должен быть штатом они хотят превратить штат и дальняя идея разбить калифорнию на две части сделать южную северную калифорнию отдельных двумя штатами и таким образом они получают от каждого этого штата по двух сенаторов и а четыре может быть сенаторы или шесть сенаторов если калифорнию разобьют и то что опять полностью так сказать меняют баланс сил соединенных штатов америки ну навсегда практически захватывают власть совершенно верно когда вы говорили о количестве представителей в конгрессе и в сенате то есть это определено конституцией количество сенаторов это даже это было предопределено союзным соглашением то есть штаты вошли в союз при условии что они будут представлены в равном количестве так сказать сенаторами то есть от каждого штата независимо от размера штата от над численности населения 2 сенатора а вот что касается конгрессменов количество конгрессменов определяется по итогам переписи населения именно поэтому вы помните когда трамп кстати раньше так оно и было это потом обама изменил стали включать в перепись населения легальных нелегальных это бы это изменение было произведено обамой в десятом году к вы к переписи десятого года он он внес изменения и стали учитывать и легальных граждан америки и нелегалов находящихся на территории америки но вот возникает вопрос кто сказал что конгрессмены должны представлять интересы нелегальных эмигрантов находящихся на территории америки другими словами если в перепись населения попадают люди которые не являются гражданами почему мы отдаем места в конгрессе этим штатам когда они представляют не американцев они представляют выходцев откуда-то являющих людей которые являются гражданами других государств но даже пришли верно если бы а не учитывались нелегалы то у калифорнии было бы наверное не 48 членов конгресса 46 или 45 может 43 где-то кто-то подсчитал что там чуть ли не 7 или 6 у нас у нас 37 миллионов человек живет значит значит на 37 миллионов человек у нас 48 членов конгресса если сказать говорят что у нас там где-то 7 миллионов живет нелегалов если у нас ага то что у нас 30 миллионов то 20 процентов от 48 что 9 да то есть у нас уходят на автоматом у нас где-то будет порядка 40 а 8 а 8 местах конгрессе шла речь давайте у нас через пару минут времени может попробуем принять добрый день добрый день все таки мне хочется уточнить вот мы когда разговариваем о политических убеждениях одних людей одни за демократов другие за республиканцев каждого свои какие-то выгоды а какой группе отнес от не относятся бизнеса и корпорации которые вывезли работу за рубеж куда-либо платят ли они налоги скажите мне однозначно если не платят за кого они голосуют они выпадают из этой системы людей которые находятся здесь нелегальные и легальные какой группе они относятся ну давайте я попробую да хотя времени мало пробовать конденсированно это сделать корпорация не является человеком а я руководитель корпорации например да мне выгоднее по какой-то причине делать детали к чему-то в китае да я вывожу это в китай уже это выгоднее потому что мои же покупатели в америке идут и покупают китайская а не моё потому что вы дешевле зачем должен делать кричать нет я оставлю это здесь разориться оставить без работы 100 тысяч человек или вывести что-то в китай сделать это дешевле и продавать то дешевле то есть мы смотрим на совершенно разные отдельные вещи при этом я могу быть патриотом америки но при этом я хочу чтобы люди которые у меня работали люди которые вложили в меня деньги в люди которые зависят от от моей фабрики прочее продолжали бы существовать они разорились бы так что давайте со всех сторон смотреться да и разговор это поверьте мне разговор это часа на два с тем чтобы вы задавали вопросы я бы отвечал задавали вопросы я бы отвечал чтобы стало понятно но очень вкратце я объясню но с другой стороны когда в семнадцатом 2017 году снизили налоги какая-то часть рабочих мест с учетом снижения налогов все-таки вернулась разговоры не о том патриот или не патриот о том что созданы условия у себя дома или дома тебе делают создают условия при которых ты не можешь работать а за границы дают возможность того чтобы они бесплатно завозили к нам товар и конкурировали с нашими же людьми но это сумасшедший дом ну на самом деле это все зависит от политиков от тех законов и правил которые они принимают и продажные политики с удовольствием получают либо взятки как это делала семейка байденов либо еще какие-то так сказать бенефиты и принимают такие законы которые делают производство на территории сша не рентабельным я не сказать конкурентоспособным и профсоюзы и демократическая партия руководство демократической партии в большинстве подкупленные люди которым просто какими-то там биткоинами ли чем-то еще куда-то переводят большие деньги с их точки зрения за что из-за чего мы теряем триллионы рабочие места гордость нашу жизнь нашу и тому подобию вам огромное спасибо и до встречи в следующий раз до свидания